Хуба, привет с вами доктор Володь. Что-то я сегодня раненько начал, да? Ну сегодня Новолуния, а мне в Новолунии всегда не спится. Кстати, если кто-то хочет начать какие-то дела свои, вот долго откладывал, ну вот начинайте сегодня в Новолунии, всегда всё хорошо получается. Итак, что у нас тут творится? Умер советский диссидент Владимир Буковский. Ну, наверное, все знают Буковского. Во всяком случае, моё поколение-то хорошо знают. Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Сердечный приступ, он скончался в больнице в Кембридже 27 октября, полдесятого по местному времени. У него были проблемы со здоровьем. Владимир Буковский был одним из участников диссидентского движения в СССР. Ну не только учащего, он символом был. В 1963 году был арестован за изготовление запрещенной литературы. После чего его отправили на принудительное лечение в психбольницу. Всего в тюрьмах и на принудительном лечении провёл около 12 лет. В 1976 году Буковского обменяли на лидера чрести коммунистов Луиса Карвалана. После этого жил в Великобритании. Это на ленте РУ и вот на эхе Москвы. Ну то же самое. Состояние здоровья ухудшилось. В 2007 году Буковский был выдвинут кандидатом в президента России от демократической оппозиции. Но ему было отказано в регистрации. Да, ребята, были такие дела. Ну ладно, земля пухом, как говорится. Но только... Я знаете, что хочу сказать? От себя, да. Я тоже уже имею право говорить от себя, потому что у меня возраст такой за 60. Я пожил, посмотрел. По-моему, пользы от этих вот Буковских не было. Ни фига. Ну да, они шум создавали. Да, это да, это было такое. Поднимали вопросы о карательной психиатрии. А карательная психиатрия как была, так и оставалась. Вот. А в России как был бардак, так он и остался. По-моему, от них пользы не так много. Ну, это мое личное мнение. Так. Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище. Ребята. Ребята, кто в Израиле собирается ехать. В последние годы мы наблюдаем такой феномен, как туризм беженцев. Тысячи человек из разных стран приезжают в Израиль и сразу по приезде просят убежище с целью получить законное право на работу. То этот феномен создал большую нагрузку на систему в целом. И вот сейчас мы хотим это... Ну, вот в Израиле говорят, что мы ускоренную процедуру для граждан России. Поняли, да? Вот так. Бедите в Израиль. Ну, почему же нет? Там тепло. Третий классник принёс в школу в США заряженный пистолет. Факс Ньюс сообщает телеканал. Отмечается, что школьник во Флориде вытащил пистолет из рюкзака и направил стену. Другой ученик немедленно сообщил об этом охраннику. Отмечается, что при области у мальчика обнаружили 9-миллиметровый пистолет Сиг Сауэр. Теперь школьника могут исключить из школы. Так, ну, конечно, припёрся. Ещё в ракету притащил. Это тебе не Россия. Так, дежавю в Сирии. Только бомбить на сей раз придётся американцев. Это Царьград. Это ужасный пропутинский журнал. Ну, как, интернет-журнал, да. И вот они тут пишут, что... Да, слова президента США Дональда Трампа о том, что американские войска останутся в Восточной Сирии, чтобы защитить тамошние нефтяные месторождения от ИГ в России запрещённо, звучат, мягко говоря, двусмысленно. Первый смысл в вопросе. А что, кто-то вас, США, подрежал защищать пункты добычи нефти в чужом государстве? Второе в том, что разве кто-то, кроме американцев, не встанет защитить сирийские ресурсы? А, Путин хочет защищать сирийские ресурсы, заодно качать нефть для своих друзей. Вот в чём дело. Ну, Трамп, не, не... Дули с маком, ребята. Вот Трамп как защищал, там танков он тоже нагнал. Всё. Чё уральские, чё пельмени? Нет, смотрите. Уральский город остался без газа из-за лесовоза. Ехал и ехал лесовоз. Это в североуральске, в районе посёлка Третьей Северной. Лесовод повредил газопровод. Газопровод. Из-за этого несколько населённых пунктов остались без газа. Да. Ну, такой воздушный газопровод. А лесовоз был чуть-чуть выше этого газопровода. Он его снес к чертям. Перекрыт. Угрозы взрыва нет. Подготовка к ремонтным работам. Ну, вот ещё неделю будут ремонтировать. Да, ночью вот он ехал, лесовоз. И брёвнышками он повредил, повредил брёвнышками. Чё будет теперь, неизвестно. Нехорошо это. Так, что ещё? В селе, жители которого валят с ног гавская болезнь, боятся голода. Вот это, знаете что, это в Тюменской области, да? Дело в том, что для них вот эта рыба, это, в общем, они и питались этой рыбой. А сейчас запретили ловить рыбу. Вот. И кушать нечего. Тюменское заболотье отрезано от мира из-за неустойчивой погоды. Вот это вот очиры, да? 12 местных жителей госпитализированы. Вот это гавская болезнь. И рыбу запретили им ловить. А чё теперь делать, неизвестно. Ягод в этом году мало. Прикиньте, как люди живут, да? Рыба в пруду и ягоды. Вот. А ягод мало. И говорят, что вроде бы этих кедровых орехов достаточно. И вот сейчас пошли они бить эти кедровые орехи. Ужасно. Сейчас сам посёлок изолирован. Река встала, но лёд недостаточно толстый. А болото не окончательно замёрзло для того, чтобы ехать на снегоходе. Рейсовый вертолёт летает в заболоте. Но по расписанию осталось лишь два рейса. 3-го и 11-го ноября. И всё. А как они будут зимовать? Ёлка ламаны, а? И это Россия, 21-й век. Ой. Ой-ой-ой. Деньги на Африку нужны. Не нойте. Держитесь там. Хорошего вам настроения. Это вот в комментариях. Да ну, конечно. Это сайт Ура.Ру, если чё. Любовь Успенская. Я не ношу ни трусы, ни лифчики. Вот зачем это всё вот это? Вот какая-то Любовь Успенская. О, 65 лет ей, да. Да, вот фотография похожа. Примерно моя сверстница. И вот она почему-то рассказывает о том, какое она носит чего, и какое она не носит чего. И она в образе девочки, и... Дерунда какая-то. Так. Упс. Это что такое на американском языке? Company linked. А. Компания, которая имеет отношение к брату Трампа. Ещё брат у него какой-то есть. Выиграла 33-х миллионный федеральный контракт. Вот так, ребята. И это значит, Трамп к этому тоже имеет отношение. Да. Интересно. Тут фотографии. Вот тоже на Яха я посмотрел. Ох, интересная фотография, ребята. Как смотрит Трамп и его вот сейчас, вот его собутыльники, да. Ну, на то, значит, на эту операцию, в которой уничтожили, якобы, главаря ИГИЛ, да. И рядом тоже фотография, как смотрит, ну, в своё время ещё Обама, вот, и Клинтонша, и вся вот эта вот компания, ну, предыдущий Белый дом, как говорится. Там живые люди, а эти какие-то роботы, маскообразные роботы. Да, да, интересно. О, вот интересная статья. Учёные выяснили, что футбол ведёт к слабоумию. Я давно это знаю, мне бабушка рассказывала сказку. У царя было, так, как там было, у царя было три сына, два умных, один футболист. Вот так вот, да. И вот здесь вот сейчас выяснили конкретно, футбол ведёт к слабоумию. Были взяты, значит, истории болезни 7,5 тысяч футболистов и 23 тысячи медкарт-пациентов, которые не занимались профессиональным футболом. Предметом научной работы было воздействие ударов по мячу головой и полученных черепных травм. И выяснилось, что футболисты в 3,5 раза чаще других подвергаются развитию слабоумия. Именно многочисленные черепно-мозговые травмы. Покиньте, чего у боксёров там творится, а? О, это же только футболисты. Так, расистские семьи массово оказались не в курсе положенных им льгот. Оказывается, расистским семьям, особенно многодетным, полагаются какие-то льготы, но они ими не пользуются. Ну, это, знаете, это сложно. Ну, вот тут, например, есть возможность бесплатно посещать в музее. А они живут там в какой-нибудь дыре. Где там музей-то найдёшь? Потому что для того, чтобы доехать до музея, столько денег надо. Потом какие-то подарки для детей из многодетных семей. Ну, тоже, наверное, там столько нужно анкет всяких заполнять. А матери когда? Она кормит детей по целым дням. Ну, в общем, вот такие какие-то дела. Не доводится информация до льготников. Вот такие дела. Член Конгресса США подала в отставку после сексуального скандала. О, говорит. А в соседнем селе жених украл члена партии. Ну, вот тут то же самое. Интимная связь с сотрудником. Она назвала решение об отставке трудным и добавила, что покидает пост с разбитым сердцем. Демократка Кэти Хилл. Ничего так симпатичное. Ладно, хорошо. Пелоси возмутилась, что Трамп уведомил Российскую Федерацию о ликвидации Аль-Багдаде раньше, чем Конгресс. Прикиньте, он другу Вове позвонил раньше, чем сообщил Конгрессу о ликвидации. Ничего, пельмень. Она пожаловала, что от Конгресса информацию об операции какое-то время скрывали. Пелоси также добавил, что ликвидация Аль-Багдаде не означает конец ИГ. Правильно. Так, и что тут новости по теме местоположения Аль-Багдаде раскрыла одна из его жен. Ну, чем больше жен, тем больше возможности, вероятность того, что тебя раскроют. Какой разговор. Так, каждый день в ожидании беды. Мы привыкли. Это Александр Горный все тут нагнетает. Да, конечно. Уверен, в ближайшее время мы увидим четкий массовый тренд, когда россиян будут волновать исключительно российские проблемы, состояние нашей экономики, внутренней политики, а не пацанские пляски на мировой арене. Да черта с два. По-моему, россиян как это не интересовало, что там творится. Всем все пофиг, ребята. Мы теряем Россию. Да потеряли давно уже. Осужденная в США Мария Бутина заявила, что ФБР и судья якобы извинились перед ней за отсутствие состава преступления. Ну, блин. Ну, сейчас выяснится, что травма перед ней на коленках ползала. Это ж можно чего угодно сказать. В Нидерландах, это с твиттера, в Нидерландах закрывают тюрьмы по всей стране, ребята, потому что в них некому сидеть. Здесь даже обвинительная сторона по возможности просит наказывать условно. Сотрудников тюрьм учат поддерживать и мотивировать заключенных, а после освобождения им помогают найти жилье и работу. А фильм же был такой. Хочу в тюрьму, а там в Голландию поехал, а его никак не сажали. Да, в Нидерландах рекордно низкий уровень преступности, ребята. Вот так вот. Интересно. В комментариях. А можно нашим пенсионерам, сиротам и малоимущим там посидеть? Может, Лавров сделает хоть одно доброе дело и договорится об этом? А то на родине процветать уже невыносимо. Надо коллективное обращение написать в правительство Нидерландов. Да. Так. В России с рабочим визитом прибыл президент Кубы. Угадайте с первого раза, зачем он прилетел. Да, действительно, я проверил. Я проверил, что он прилетел, и он где-то в Питере там облетается. И напоследок есть такой большой сайт, называется «Пора валить все об эмиграции». Ребят, вы хоть заходите туда хоть время от времени. Да, мне это уже не надо, я уже уехал, да. Ну, вот здесь вот, например, статьи Германии про миграционных помогаек. Вот стоит ли обращаться или не стоит? Эмиграция под ключ, так называемая. Потом, вот следующая статья, 27% эмигрантов из России старше 45 лет. Ребята, треть старше 45 лет. Вы можете представить, 45 лет. Ну, и так далее, и так далее. Здесь очень много полезной информации. Колбасная информация, колбасная эмиграция, Россия отжигает, и так далее. Куда валить? Инфографика. Очень интересная картинка, куда валить? Наглядность этого рисунка настолько вопиющая, что много букв здесь будут явно лишними. И вот там разными цветами окрашены. Темно-зеленый – это больше 30 тысяч долларов на одного взрослого. А красный – это меньше 2 тысяч. Ну, вот посередине там оранжевый, светло-зеленый и так далее. Куда ехать? Зайдите, посмотрите. Не ошибетесь. Пока. С вами доктор Влад. Чао-чао.